так дорогие друзья начинаем собираться говорится начинаем начинай древо жизни как раз мы сегодня будем учить про древо жизни с 15 отрывка все начнем собираться видно уже ушли потеряли надежду но нельзя терять надежду нужно всегда всегда нужно чтобы была надежда потому что бывает так не получилось так не получилось вот я всегда например если что-то не получается я второй раз пробую третий раз четвертый раз и где-то с какого-то раза получается то есть есть тысяча способов что-то сделать тысяча не один на тысяча а бог он как смотрит он смотрит надо тебе или не надо есть известная заповедь что нужно помочь своему даже ненавистнику врагу если его осла придавила нужно ему помочь но там в конце есть волшебное слово ему ну то есть с ним вместе если он сам делает то есть не ты ему помоги если он сам не делать ему не должен помогать и здесь то же самое что бог он смотрит надо тебе или нет если ты сделал и бросил сделал и бросил сделал бросил не надо но если ты сделал не получилось ты делал 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 пробуешь думаешь 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 бог говорит вот этому надо вот я ему помогу он молодец даже не то чтобы молодец но дирак написано путь по которому человек хочет идти его ведут поэтому если он хочет по-настоящему идти его поведут по этому пути хорошо значит мы в мишли глава у нас 3 3 глава и отрывок у нас 15 значит мы дошли до того что товар тора как товар до с хора но это как это лучше чем чем серебро потому что серебро надо где-то хранить куда-то надо носить а вот например например знание да она у тебя в голове но всегда с тобой то есть ты его уже получил то ты дальше им пользуешься поэтому самая лучшая инвестиция это инвестиция в образование когда-то заплатил 1000 долларов за тренинг бизнес тренеров и вот я с тех пор считайте это 1000 долларов это как курин на котором все вырастает то что то что сейчас и так вот вот так значит все теперь дальше 15 отрывок и и и кора и мипни ним кто и тора то есть тора это божественное знание дороже чем что чем жемчуг почему сравнивается с жемчугом тора сейчас мы узнаем значит она дороже чем жемчуга веколь хафа цейха и все твои желания ло и швуба все твои желания не сравняться с ней до всем бутиртов значит что имеется ввиду во первых почему сравнивается тора и божественное знание почему сравнивается именно жемчугом жемчуг он интересно он же это драгоценность за ну он драгоценный то есть жемчуга не ну такие если хороший жемчуг он очень дорогой это драгоценный камень но если все драгоценные камни рождаются где в земле алмазы рубины изумруды то единственная единственная можно сказать драгоценность драгоценный камень который рождается в воде это жемчуг то есть это малюсок какой-то да который раковина в нем значит попадает песчинка и потом на нее наращиваются вот эти слои получается красивая жемчужина то есть ее как бы основа это вода вода сравнивается тора с водой и второе за жемчугом надо глубоко нырять то есть ты чтобы достать жемчуг нужно прямо нырять плыть под водой в глубину идти значит тора она точно так же только ты идешь в глубину в духовный мир то есть основа тора она это божественный разум то есть это бог создатель мира и он своими мыслями он переходит в этот мир и мы воспринимаем мысли бога через тору вот поэтому похоже это на жемчуг то есть ее как основа жемчуга в другой стихии чем основа всех материал всех камней также основа торы в другом в другой реальности чем основа всего что нам известно то есть основа тора реальности это бог теперь значит а почему коль хафа цеха лой швуба все твои желания они не сравнятся с ней потому что все желания человека они направлены на что-то материальное то есть вот я сейчас хочу попить кофе брух а то а дуиной и луэйну мы на каулам шаколь не обе дворой класс значит а ну попил я кофе и что дальше ничего все проглотил исчезла кофе теперь захотел я после кофе например пойти на работу мне 44 года я работаю ну где-то уже лет с 22 но после как я закончил спорте работа все работа уже 22 года ну слава богу как бы ну что-то получается что-то не получается но сколько лет же работа это это дикое количество 22 года я работаю но по большому счету ничего от этой работы не останется особенно когда человек умирает то он ничего с собой в могилу не забирает вообще ничего из того что он заработал наработал из того что он с людьми особенно там ругался поругался нервничал переживал ничем с собой не берет даже он в ближайшие десятилетия ничего собой не не возьмет ну там квартира в которой он живет может да может нет потому что вот из донецка сейчас уехал миллион человек там люди которые жили там включая раввин донецкая каждый раз его вижу и вспоминаю что вот жил он он приехал донецк он поднял общину он там сделал оп и сейчас он здесь стиве заново все начинает поэтому поэтому он говорит прям конкретно что тора дороже чем все жемчуга и все твои желания не с ней не сравняться вам что тот кто хочет тору он через тору уходит уже в другую реальность то есть и он получает такое наслаждение что он реально в какой-то момент вот у него происходит этот клик внутренний да и он начинает чувствовать что он переходит на следующий уровень то есть в принципе смысл торы это перейти на следующий уровень своем развитии это при приблизится если так можно сказать к богу то есть ты прилепляете через то рук богу и ты переходишь по своем самоосознание на следующую ступень браз Peki god есть животные есть человек а есть человек с которой который который своими мыслями он соединяется через тору с богом и он сам настраивается на следующую серию. Понятно, да? Борис Малеров, доброе утро. Идем дальше. И 16-й отрывок очень нас, как сказать, царь Соломон, Шлома Малах, он очень нас обнадеживает, мотивирует, да. Он говорит нам так. Орых ямимбы ямина. Долголетие с правой стороны от Торы. Долголетие с правой стороны у бисмала ошар вековод. А с левой стороны богатство и почет. То есть, говорится, что в Торе есть и долголетие, и богатство, и почет. Значит, теперь почему именно с правой стороны? Где это с правой стороны от Торы долголетие, а с левой богатство и почет. Здесь очень это перекликается с правой полушария, левой полушария, например, да. Перекликается там тот, кто хочет богатство, должен идти на, по-моему, на юг, а тот, кто хочет мудрости на север, в Талмуде написано. То есть, я честно скажу, не разобрался особенно, не разобрался я особенно с вот этими вот право-лево. Я знаю, что Раша говорит здесь, такой комментатор, что справа долголетие, и тем более богатство и почет, а слева только богатство и почет. То есть, справа есть и долголетие, и богатство, и почет, а слева только богатство и почет. Теперь давайте посмотрим, что это значит. значит, А, я понял. Смотрите, он говорит так. Малби, Малби вам объясняет так. Он говорит, что те, кто люди, которые в этом мире, они гоняются за золотом, за серебром, за материальными вещами, то их правая рука, ну, то есть, правая, это сильная рука. Они стараются ей загребать побольше, побольше богатства, да? То есть, они работают правой рукой. Теперь, те, которые, а для них Тора, она в левой руке. Ну, то есть, они тоже могут уделять время Торе, да? Но для них это второстепенно. Он говорит, что те, кто, те, которые занимаются в основном Торой, для них основное, с правой стороны от них, это Орахьямим. Орахьямим имеется в виду жизнь в грядущем мире, то есть, долголетие, долгоденствие. Причем, тут, смотрите, есть очень интересная вещь. Вот, я наблюдаю ребята, с которыми я учился когда-то в Колеле. Вот, я недавно встретился с... Я в Москву, когда приезжаю, я в синагогу захожу, они там сидят в Колеле и преподают. Как я когда-то ездил, две недели был в Киеве, например, две недели в Израиле. И вот они учатся в... продолжают учиться в Яшивах. Получают они стипендию тысяча долларов в месяц. Ну, там, сейчас тысяча, раньше было пятьсот, плюс-минус. Они живут за такие деньги. У них у всех... Ну, нет, они, когда ездят в Москву, получают чуть больше. Ну, там, полторы у них в месяц получается. Значит, они живут в религиозных городах, очень бедные города такие, но у них у всех есть квартиры. Они купили себе квартиры, так как там работы нет в этих городах, то там и квартиры стоят подешевле. Вот у них у всех большие квартиры. Да, они не богатые, да, они такие, ну, там же нет телевизоров, там нет машин, у них даже нет ни у кого, да? Но у них есть большие квартиры, у них есть по пять, по семь детей, с которыми они проводят время, с которыми у них дедки учатся хорошо, там, ну, то есть, у них есть семья, праздники, вот это там, он жене подарочек выбирает в Москве, он, ну, то есть, он живет, у него жизнь наполненная радостью, у него нет головников никаких, то есть, у него какой, то есть, он получает себе свою стипендию, он учит Тору, он себе спокойный, счастливый, радостный, все, то есть, это у него в правой руке, это долгольдинствие, то есть, он сделал ставку на то, что ему там будет намного лучше, да, он здесь не ездит на Мерседесах, да, он ни с тем не соревнуется, да, у него здесь нет никаких, каких-то, таких вот, там, проектов больших, но у него и головника нет никакого, то есть, у него полностью голова спокойная для изучения Тору, он себя наслаждается и ждет следующей серии, а там уже, как бы, те, которые здесь бегали, трудились, там, работали, все, они здесь, ну, такие, нормально себя чувствуют, а придут туда, а там сидят эти, там, Медеха Хамим, за лучшие места, но образно, никто не знает, как это будет, я знаю одного человека, он миллиардер, Эли Горного зовут, и он всю жизнь, он работал, он стал миллиардером, а сейчас он уже близится к смерти, и он сейчас занимается только благотворительностью, учит Тору, и занимается благотворительностью, и он говорит, вы знаете, я почему здесь стал богатым, ну, миллиардером, я, говорит, всегда боялся быть бедным, я из бедной семьи, и я с детства прям поклялся себе, я не буду бедным, они были беженцы из Сирии, они убежали из Сирии, там, в Италию, потом, в общем, дошли они до Бразилии, чуть ли не пешком, и он начал работать, там, с детства, с 10 лет он начал работать, нечего кушать было, и он там, к 30 годам, он уже стал миллионером, к 40 миллиардером, и он всю жизнь работал, пахал это самое, и он говорит, я почему стал здесь миллиардером, я боялся быть бедным, то есть у меня была такая мотивация, я не хочу быть бедным, а сейчас я туда иду, я там боюсь быть бедным, и он решил все свои деньги раздать, его раввины еле уговорили, чтобы он семье оставил 30%, и он 70% решил раздать нам благотворительность, или горд, он сейчас набжает все религиозные, большие программы молодежные, ну, финансирует, и сам ездит, и так далее, значит, нам царь Соломон пообещал, что долголетие с правой руки, а слева, богатство и почет, то есть, должно быть справа, это именно основная забота о Торе, теперь дальше, 17-й отрывок, и что будет тогда, Даркея, Драхея, Даркейноа, значит, пути ее, дороги Торы, они пути приятные, Векольни Тиватея, шалом, и все ее тропинки, это шалом, мир, значит, как, вот, что главное самое в Торе, значит, путь, это широкая дорога, какой широкий путь Торы, широкий путь Торы, когда спросили раби Ативу, какая заповедь, что вся Тора сложена в этой заповеди, раби Атива говорит, воавталереха камоха, возлюби ближнего, как себя, вот это путь Торы, возлюби ближнего, как себя, люби себя, люби ближнего, Отлично. Какая главная заповедь, ну первая заповедь, самая такая вот важная, Митсва Асе, повелевающая заповедь, когда Хафет с Хаим, есть книга, краткая книга заповедей, там есть перечисление о заповедях истории, актуальных в наше время. 78 сейчас актуальных всего заповедей осталось. Первая заповедь истории, актуальная в наше время, это Леамин Шиеш-Элоа Немца, что он есть, что есть Бог, который все создал, создатель мира, все, и когда я в это Моамин, когда я в это верю, я выполняю повелевающую заповедь, то есть я в этот момент, вот все время, пока я в это верю, если я осознал, я в это верю, в этот момент я выполняю повелевающую заповедь истории, верить, что есть Бог. Вот сложно? Вообще не сложно. Пути ее, пути приятные. Когда я знаю, что есть создатель мира, мне понятно, что этот мир небесхозный, что он организованный, все. Теперь дальше. Вторая заповедь. Леомин Баехудо. То есть верит, что он един, что нету двух богов, трех богов, нету никакого там безобразия, бюрократии, взяток и коррупции. Нету. Есть один хозяин мира, царь царей, который один, един, и он всю эту систему создал, и всю эту систему он один ей управляет, и все у него под контролем. Отлично, все прекрасно, да? То есть тоже не тяжело. Пути торы, пути приятные. Теперь дальше. Дальше. Третья заповедь это любить Бога. Любить Бога. Ну любить же это приятно. То есть ты любишь Бога, ты наслаждаешься, ты любишь прямо. Вот какой у нас Бог вообще. Вообще нету как наш Бог. То есть тоже классно. Что здесь? Именно приятные пути. Четвертая заповедь. Бояться его. Но бояться его тоже хорошо, потому что когда ты боишься Бога, то ты в этот момент, тебе больше некого бояться. То есть этот страх, страх-то у человека по-любому есть. Это инстинкт. Но когда ты боишься Бога, то ты поменял все остальные свои страхи на один страх. То есть у тебя есть только один страх. Страх Бога. Потому что если я Бога боюсь, так мне больше некого бояться. Все. Ну и так далее. То есть пути Бога, пути приятные. А что такое в Нативатея шалом? Что такое тропинти его мир? Значит, дальше идут ответвления. Дальше идет Шулхана Рух, который рассказывает, каким образом выполнять вот эти все заповеди. Каким образом строить свою жизнь в деталях, в малейших деталях, для того, чтобы идти по путям Торы. И там есть главное слово, к чему ведут все вот эти вот заповеди. Они ведут к шламуту. Шламут это совершенство. Шалом это цельность. То есть когда ты выполняешь в деталях вот эту вот всю историю Шулхана Рух, то тогда тебе вообще жизнь превращается в праздник. Почему? А тебе не надо думать, что делать. То есть у обычного человека у него постоянно сомнения. Он думает, блин, что мне делать? Как мне быть? Тут у меня полный шкаф одежды, а тут мне сказала мода, что это не модно. Как мне совместить теперь мой полный шкаф одежды и то, что мне нравится, с тем, что сейчас модно? Что мне сейчас одеть? Стоит женщина возле шкафа и плачет. Полный шкаф, одеть нечего, да? Теперь что говорит Шулхана Рух? А Шулхана Рух ей говорит, не парься. Одежда должна быть длинная, темная и скрывающая твои все, ну, как бы детали. Все. Что тебе думает-то, а что одевать? И головной убор оделай, и спокойно иди себе, и все. Все. И женщина радостная, счастливая идет из дома. Муж теперь, если он идет по Шулхан Руху, он ей говорит, дорогая, ты выглядишь великолепно. Ты просто вообще фантастически выглядишь. Ты просто... И он ей говорит, потому что в Шулхан Рухе так написано, что жену надо хвалить. Все. Теперь она спокойна, он спокойный. У них называется состояние шломбайт. Шломбайт это когда у них есть шлемут. Он знает, что он не может ей ничего сказать обидного. Она знает, что не может ему сказать ничего обидного. Они друг другу стараются делать... Это все нюансы я взял как бы семейная жизнь. Все в Шулхан Рухе, вот эти вот тропинки Торы, все регламентировано, все прописано, все удобно. И тот, кто живет по Шулхан Руху, у него жизнь полностью вообще идеальная. Это называется тропинке. Ее тропинке шалом. Шалом, сколько у нас уже прошло времени? Давайте посмотрим. 18 минут, все. 18 минут это жизнь. 18 это дематрия числового значения слова хай. И, значит, поэтому мы сейчас заканчиваем. Вот у нас 18 минут, заканчиваем мы сегодняшний урок. Значит, давайте, да, давайте сейчас... Давайте сейчас каждый для себя сделает выводы. Я сейчас сделаю свои выводы. Три вывода, которые я с сегодняшнего дня выучил. И каждый сделает свои, напишем в комментариях, каждый свои выводы, чтобы осталось... Вот очень важно зафиксировать, да. Тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому помогают с неба и изучать, и обучать. Тот, кто учит для того, чтобы делать, тому помогают с неба учить, обучать, запомнить и делать. Поэтому давайте сейчас подумаем, что мы можем... Это перте вот. Что мы можем из того, что вы учили, применить? Значит, первое, что можно отсюда понять, если так вот сейчас вспомнить, что Тора, она лучше, чем серебро, лучше, чем даже, чем жемчуги. И я понял, что нужно об этом помнить. То есть, когда ты вспоминаешь, изучая Тору, что ты в этот момент общаешься с Богом, то это дает совершенно другой смысл словам, совершенно дает другое ощущение. То есть, ты как бы включаешь снизу, включаешь вот этот канал связи с Богом. Что это не просто, там, ну, книжку читаем или так далее. То есть, это идет прямое общение с Богом. Второе то, что я понял, что, значит, справа от нее долголетие. И нужно прежде всего сделать акцент вообще во всем на долголетие. То есть, есть долголетие, это переход в вечную жизнь. Есть долголетие, это здоровье. И это тоже долголетие в этом мире. То есть, здоровый образ жизни, это невероятно важная штука. И тоже это древо жизни. И в Торе есть обязанность, чтобы очень вы оберегаете ваши души, прямо написано. То есть, очень следите за здоровьем. Это невероятно важная вещь. И если человек этого не делает, то Бог ему напоминает через разные звоночки. Потому что, ну, здоровье, это как бы, это то, что... Тело, это как тот дом, в котором живет душа. И очень через тело можно получать много страданий или много радости. Поэтому важно, чтобы тело было в хорошем состоянии. За этим надо следить. Это тоже я сегодня понял из отрывка, что... И пути ее, пути приятные. Все, пойду сейчас изучать блинеда шелханарух, чтобы делать все по Торе. И чтобы было тропиночки все шалом. Все, друзья. А вы напишите, что вы поняли. Напишите, пожалуйста, что для вас было важно. Какую-то, может быть, одну вещь. Может, не три вещи, хотя бы одну. И что вы собираетесь с этим сделать. Все, до завтра. С Божьей помощью завтра встречаемся в 10. Блин, Эдер. Это без обеда. Я постараюсь. Все, будьте здоровы. Удачи. Продолжение следует...